Мы продолжаем нашу тему финансов и мы говорили с вами на прошлом занятии о вопросах алчности. Мы говорили о том, что это одна из проблем, которая является, можно так скажем, современным бичом нашего общества вокруг нас. И все направлено на то, чтобы развивать в нас хотелку такую. Хочу-хочу побольше сейчас. И понятие «довольство» — это достаточно неоднозначное понятие с точки зрения цены, потому что каждый человек может быть доволен как одной суммой, так и недоволен той же самой суммой в разное время в зависимости от обстоятельств. И довольство мы можем определить как определенное внутреннее состояние мира, удовлетворения и покоя от того, чем мы с вами обладаем, что Бог доверил нам для управления. Мы говорили о том, что алчность приводит нас очень часто к неразумным и необдуманным тратам. К тому, что мы просто готовы расстаться с деньгами, ну просто ни за что. Просто ради голого какого-то интереса. И вы знаете, иногда бывают такие вещи, когда мы поступаем в определенном смысле нелогично. Встречали ли вы такое? Вы можете, например, зайти в какой-то магазин и увидеть, что продается там мороженое. Стоит это мороженое, предположим, 50 гривен. Вы посмотрели, подумали, дорого. Ну как бы за какое-то мороженое 50 гривен. Подходит кто-то к вам и говорит, знаешь, а я видел это мороженое, вот там возле привоза, надо только пройтись. За 10 гривен. Что бы вы сказали, вы бы пошли или нет? Ну все же, там 50, а там 10. Точно такое же мороженое. А разница в 40 гривен. Как вы считаете? Можно купить 4 мороженого. Вы хотите мороженое? Пошли бы за таким мороженым. Да? Отлично. А? Ты не любишь мороженое? Ну хорошо. Это пример не про тебя. Представь, что там что-то вкусное. Может быть мясо, если ты любишь. Колбаса. А? Ну ладно, мы не будем угадывать, что тебе нравится, но тем не менее. Хорошо. Вы прошлись, подумали, ну все же 40 гривен разница, это серьезная разница. Вы зашли в другой магазин, в соседний, там продают платья. Для девушек или костюмы красивые для мальчиков наших. Вы посмотрели и подумали, в принципе идет весна. Неплохо. Или там босоножки красивые, например. И вы меряли, ходили, предположим, по этому интертопу. У вас даже, ну как бы привычка есть. Вы любите интертоп, хорошая обувь. Вы просмотрели и нашли одни. Стоят они, скажем, полторы тысячи гривен. Или сейчас уже нет таких цен. Предположим, 2,5, да? Сейчас средняя обувь, так вот где-то дорогая, стоит 2,5 тысячи. Туфли какие-то нашли себе красивые. Вы уже даже выбрали свой размер, намерили. И когда вы встали в очередь к кассу, подходит человек и говорит, знаешь что? А возле привоза есть эти же туфли, но на 40 гривен дешевле. Не 3 тысячи, а 2996 гривен. Вы пойдете за этими туфлями к привозу? За 2 тысячи. За 2 тысячи, а на дорогу не потрачено. Ну а какая разница? В данном случае, когда мы говорим о морожене, вы пойдете. А когда вы говорите о туфлях за 3 тысячи гривен, вы не пойдете. А почему? Ведь суть вопроса в цене, как, на сколько вы высоко цените 40 гривен. Правда? Мороженое? Мы купим такое же, такое интертоп для нашего дома, но мы купим что-то в другом. Та обувь, который в интертопе, и который продается на привозе... Не-не-не, еще раз. Еще раз. Есть тот же такой же интертоп на привозе. Точно такой же. Просто на 40 гривен дешевле. Такая же обувь. С чем разница? А вы знаете, что большинство людей не пойдет? Знаете почему? Потому что это нелогично. Но так, потому что нелогично. Люди большинством в своем решают не идти. Когда речь идет о каких-то маленьких суммах, мы очень чувствительны. Это, кстати, одна из серьезных ловушек, которую вы должны понимать. Это психологическая ловушка. Это не изобретение духовное. Но когда вы скравниваете все то же. Например, если вы придете в ресторан, и вы будете делать заказ на большую сумму, предположим, вы делаете вечеринку, то вечеринка стоит 10 тысяч гривен. Предположим, это небольшая вечеринка для такого узкого круга людей, но в дорогом месте. И вам приносят меню и говорят, хотите этот салат? Вы говорите, а сколько он стоит? 80 гривен. Ты думаешь, ну как бы в обычной жизни 80 гривен это очень дорого для такого салата. Но в контексте того мяса, которое здесь продают по 300 гривен за килограмм, то этот салат выглядит копейками. Мы таким образом способны потратить намного больше денег. Хотя на самом деле реальность состоит в нашем отношении вот к этому времени. Готовы ли мы потратить эти 15 минут, чтобы пройти? Стоят ли эти 15 минут 40 гривен? Понимаете, в чем как бы суть вот этого действия? Это один из моментов, которые важно отслеживать в нашем с вами хождении по магазинам. Мы иногда готовы потратить кучу времени, кучу сил, чтобы вытянуть какую-то скидку. И тут же в других местах мы не раздумывая, тратим, спускаем намного больше денег. Сами не знаем почему. Хотя на самом деле можно без этого обойтись, можно решить этот вопрос по-другому. И только что ты потратил полдня, чтобы сэкономить на какой-то мелочи. И здесь же ты потратил, не хочешь потратить даже 10 минут, чтобы сэкономить большую сумму или такую же сумму. Поэтому большинство людей именно таким образом мыслят, поступают. Размышляйте об этом. Когда вы будете заходить в магазин, размышляйте, когда вы будете делать какие-то вложения или покупки. Многие вещи можно сделать по-другому. Правильно зависит от вас. Цените ли вы, насколько для вас важны эти 40 гривен разницы. Вот в этом нужно понимать ответ. Да, нужно ли поберечь ножки или можно ли или нельзя. Это для себя нужно. Смотрите, для себя важно как бы честно отдавать отчет в том, что вы делаете. Мы можем делать вид, что мы экономим, но на самом деле мы не экономим. Но мы можем говорить, смотри, какой я бережливый. Ты видишь, какой я бережливый? Я зашел сегодня в констовар и купил ручку или там мороженое, я не купил за 50 гривен. Я прошелся. И тут же ты разворачиваешься и тратишь большую сумму, потому что ты не хочешь пройтись. Если ты бережливый, то будь бережливым. Не играй в эту игру. Ну тогда, ну как бы, отдавай. Если уже играешь, тогда понимай, что ты делаешь. Или хотя бы пробуй понимать. Итак, мы говорили, это немножко такое отступление. Я думаю, что мы дойдем до трат, как практически тратить наши деньги. Или вернее, те деньги, которые Господь нам поручает. Живите просто. Один из таких важных принципов, но очень непростых. Бывают вещи в нашей жизни, которые отнимают очень много времени и денег. И это реально наносит вред и нашим взаимоотношениям с Богом, и взаимоотношениям с близкими людьми. 1 Фессалоникийцам 4 глава 10-12 стих говорит следующее. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Вы видите, какое завещание? Работайте тихо, спокойно, чтобы вы ни в чем не нуждались, но чтобы вы поступали мудро, без какого-то излишества. Вы знаете, есть такое дело, когда человек, например, заводит себе какое-то хобби и потом живет на этом хобби. Например, сейчас одно из таких, ну как бы наше советское мышление, таким хобби может быть, например, машина. Помните, что машина, которая не приносит вам прибыли, она всегда является стабильным минусом вашего бюджета. Всегда. Если вы не зарабатываете на ней, если вы не возите себя на работу, если вы не развозите, ну то есть как развозчик что-то, если это не грузовик, которым вы зарабатываете как развозом или там автобус, то скорее всего это постоянный минус. Ее нужно заправить, ее нужно содержать, застраховать, ее нужно сохранить, поставить на стоянку, поменять масло. И все это является вашим минусом. Вы получаете комфорт, но тем не менее это вытаскивает часть из вашего бюджета. И если мы не умеем жить просто, то некоторые люди, они так и говорят, я не могу пересесть на маршрутку. Я не могу ходить пешком. Это ниже того, чтобы я ходил. Я не полезу в этот потный трамвай, и я не буду нюхать вот это все, что там происходит, и слушать то, что там говорят. Это недостойно. Достойно. На самом деле вот здесь вот есть и проблема. Вы можете в некоторых моментах быть намного проще. Одеть проще одежду, если у вас нету дохода. Одеть, ну как бы, что-то не такое модное. Жить где-то в каком-то месте, которое будет дешевле. Потому что есть же куча людей, которые тоже, они не могут снять квартиру где-то, ну попроще какую-то. Я же должен быть в таком состоянии. И это вызывает проблемы. Я помню, что были такие моменты, когда я консультировал одного человека, и он говорил о том, что это была молодая, ну как молодая в возрасте, уже женщина. Она жила с молодым сыном, и без мужа. Она была вдова, и у нее были куча долгов. И она говорила, что это было в другом городе, совершенно в другом месте. И она говорила, я не знаю, как мне решить эти вопросы. Мы снимаем квартиру там возле моря, потому что ребенку нужен воздух, спокойный, морской, то и все. Я говорю, ну послушайте, просто навскидку, если вы начнете снимать квартиру не возле моря, а переедете чуть-чуть дальше, на 3 километра от моря, вы можете экономить. Мы посчитали, там у него был долг порядка 10 тысяч долларов. Я говорю, смотрите, на вот этой разнице мы за 3 года можем отдать этот долг. Просто на разнице того, что вы переедете в другой район. А мы же знаем, что если ты живешь, например, возле моря, там и магазины дороже, все дороже. То есть и человек, я помню, что она смотрела на меня и говорит, я не могу так. И она не переехала, то есть она осталась так, как есть. Хотя, ну все показывало, что это неразумно. Это не ее была квартира, она просто ее арендовала. То есть ничего тебя не привязывает, ты не обязан жить в таком районе. И вы знаете, что психология многих людей, она такова. Если сейчас, например, приезжает сантехник в район Аркадии, или вот все побережье, которое есть вдоль Одессы, цена на услуги его растет в 30%, в 50%, в некоторых и больше моментах. Просто из-за того, что он приезжает в такой район. Цена формируется на месте сразу же. То есть он заходит, смотрит, как ты живешь и говорит, вот такая-то цена. И ты говоришь, а что ж так дорого? Моему соседу с Молдаванки ты там сделали вот столько. Он говорит, так он же на Молдаванке живет, а ты ж тут живешь. Если ты можешь здесь жить, значит ты можешь мне заплатить. Так во всем, что касается обслуживания. То есть когда человек там живет, соответственно, вот тебе и пожалуйста. Там и стоянка будет дороже, и многие услуги, которые просто по умолчанию. Они становятся дороже. Вы знаете, есть такая интересная книжка, я рекомендую вам ее почитать. Называется «Миллионер из соседних дверей», кажется, или «Миллионер по соседству». Книга написана двумя профессорами, которые исследовали жизнь около двухсот, если я не ошибаюсь, американских миллионеров. Они подготовили специальную такую анкету, очень широкого уровня, и за деньги встретились с этими миллионерами. И в этой анкете множество позиций, на которые те отвечали, касались таких вещей, как «Как вы стали миллионером», «Как вы тратите», «На что вы тратите», «Во что вы одеваетесь», «Сколько стоит там то, то», «Почему вы так делаете», «Как вы тратите на обучение ваших детей» и так далее. И они в конечном итоге свели вот эти все исследования в книгу. То есть они, например, рассуждают, сколько тратит средний миллионер, например, на часы. Это же интересно, правда? Потому что у всех у нас есть свой образ богатого человека. Как он выглядит? Это шикарно одетый человек, который там золотые часы у него, красивый костюм, машина здоровая, яхта какая-нибудь, ну там все признаки статуса. Но оказывается, что этот образ совершенно неправильный, потому что обычный миллионер, только 5% миллионеров живут таким образом, только 5% реальных. Остальные, например, в среднем, средние часы, которые носит американский миллионер, стоит порядка 200 долларов. То есть это не что-то такое большое. Для наших украинцев 200 долларов в часы – это как бы может быть началом только. Ну, так если посмотреть. Большинство из них ездят на бушных машинах, как это ни странно. То есть они покупают машины, которые не с салона прямо вот топовые, они покупают, например, машины, которые были там где-то, знаете, на тест-драйвах или еще что-то. То есть машины, которые дешевле. И у них есть на самом деле финансовые привычки экономии и бюджета. Большинство из них по-прежнему пользуются скидочными карточками, вырезают купоны из газет, там 5%. Вот в том-то и разница между жадным и умным. Разница где? Разница в том, что когда ты человек умный, ты распоряжаешься божьим делом, божьими финансами. А когда ты человек жадный, ты не позволяешь этим финансам проходить через себя. Ты их накапливаешь. Нет, это миллионеры неверующие. Но поверьте, и они, очень многие из них, жертвуют и участвуют в различных проектах. Но суть в том... Я помню, что было такое событие, детали я не помню. В любом случае, послушайте, на самом деле умные миллионеры американские, они живут в районе среднего класса. И они конкретно объясняют, почему у них там дом. Потому что сразу же он говорит, у меня хватает денег переехать в элитный район, но мои расходы сразу же поднимутся на 40%. Потому что мне надо будет охранять этот дом. И он объясняет, почему. Это не то, что один человек, вы понимаете, они провели исследование в этой сфере. Оказывается, те, которые имеют деньги, они их не случайно имеют. Это не просто, знаете, как бы такой фарт, я такой, короче, умный, весь такой, я туда деньги, сюда, ничего подобного. Они дружат с калькулятором. И это хорошо. Это не жадные люди, но это люди, которые умеют распоряжаться тем имуществом, которое приходит в их жизнь. И поэтому это имущество у них и задерживается, что они умеют им распоряжаться. Они умеют его передать своим детям. Я рекомендую вам, почитайте. Я думаю, что автор, я не помню, вы просто по названию сможете найти. Это то, что есть в Писании, только они его применяют. Почему нет? Почему нет? Послушайте, и мы будем говорить об этих принципах, которыми некоторые из них пользуются. Многие из них, миллионеры, просто в первом поколении. Это не то, что они получили наследство какое-то и стали богатыми людьми. Как раз проблема со вторым поколением. Потому что первое поколение людей, которые имеют достаток, они не просто стали случайно богатыми. Их дети, они чувствуют себя выигравшими в лотерею. А эти, они трудились, они накапливали, они планировали, они где-то рисковали, советовали и так далее. Советовались, знают цену деньгам. И в этом есть разница. Итак, ну это в общем. Живите просто. Это сэкономит для вас очень много денег. Если вы только это запомните, вы увидите, как во многом ваше... Это святые слова каждого человека. Я живу очень просто. У меня очень старый телефон. Я очень просто живу. Человеком, который живет под Одессой, 50 километров. Вот именно, что понятие ценового якоря. Вы помните, что понятие просто, оно связано с ценовым якорем. То есть, что такое ценовой якорь? Это как бы наша маленькая зацепка, привязка к цене. Я снимаю, предположим, квартиру в городе Одесса. Я плачу 500 долларов. Предположим, да? Ну, цифры мифические, вы же понимаете это, да? Но я приезжаю, например, в какой-нибудь Урюпинск. И я открываю газету. Мне надо снять квартиру. Я вижу, 10-комнатная квартира за 200. Ваша реакция? Так это бесплатно. Я возьму просто, мне не надо, но я возьму просто на велосипеде буду кататься там, между комнатами. 200 долларов! Это же бесплатно. Но в Цурюпинске. Ну в Цурюпинске, но 200 долларов, но 10 комнат. А здесь ты снимаешь полкомнаты каких-нибудь с бабушкой, которая не дает тебе спать. То есть, это ценовые якоря. И через время, когда ты переезжаешь в Урюпинск, через время, месяца через 3, твой якорь понизится. Ты поймешь, что такое деньги. Ты поймешь, что такое дорого, что такое недорого. Потому что ты придешь, попробуешь найти работу, и ты понимаешь, что платят на самом деле 20 долларов в месяц, и это счастье. И ты поймешь, что 200 долларов – это безумие снимать такую квартиру. Но ты-то приехал с теми мозгами. Это один из моментов, когда моряки возвращаются сюда, они считают, что все хорошо, что они богатые люди. Поэтому, когда у них к концу третьего месяца заканчиваются деньги, они быстренько стараются уйти в море снова. Потому что, ну как бы, а как жить? Как можно жить на такие деньги? Понимаете разницу? Просто для себя знайте эти понятия. Знайте, почему вы покупаете или не покупаете. Отмечайте эти вещи. Это, ну, мы не находим этого в Писании, но это то, что работает. Хотите верьте, хотите нет. Мы действуем под таким вот мотивациям. Итак, живите просто. Следующее. 2 Коринфянам 8 глава 13-15 стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. А после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Иными словами, речь идет о первой общине. И мы видим, что община была устроена таким образом, чтобы восполнять нужды внутри общины. Здесь говорится о том, что в одной общине, вот скажем так, был достаток. Они имели возможность зарабатывать много. И мы понимаем, что если мы говорим о том, что мы являемся семьей одного отца, то речь как бы идет о том, что вот представьте, есть два брата. Один хорошо зарабатывает, второй меньше. Но так случилось. Один живет в Одессе, а второй в Сюрюпинске, в каком-нибудь мифическом городе. Или Тьма-Тараканье. Вы знаете, что есть такой город Тьма-Тараканье? Нет, не знаю. Тьму-Тараканье. Находится в районе Монголии, или в районе Турции, где-то вот в тех краях. И служит как раз вот таким вот образом места, о котором никто не знает. Но это реальный город, который существует. Тьму-Тараканье, да. Во время крестовых походов, если я не ошибаюсь, его открыли крестоносцы, и поэтому они так вот и употребляли его, типа где-где, а в Тьму-Тараканье пошли. Итак, восполняйте нужды внутри тела Христа. Ранняя церковь, ранняя община заботилась друг о друге. И если у вас сегодня есть что-то, посмотрите вокруг и подумайте о том, что на самом деле ваше чуть-чуть может быть большим подспорьем где-то в другом месте. Мы периодически раз в месяц собираем сбор для помощи еврейской мессианской общины города Хмельницкого в нашей общине. И может быть кто-то скажет, да, что там у меня мало. Но знаете, одесское мало, это очень неплохо для Хмельницкого, может быть. Поэтому помните об этом. Ваш достаток, он может восполнить их недостаток. Следующее. Мы уже отчасти с вами говорили. Обратно же мы говорим о вопросах расходов. Не забывайте, какое влияние на вас может оказывать реклама. Реклама. Мое личное пожелание для вас. Старайтесь не смотреть рекламу. Просто. Если вы смотрите уже телевизор, выключайте хотя бы звук, чтобы не видеть, что вам продают, что вам навязывают и что пытаются, чтобы вы сделали из того, что есть. Мы понимаем, что приобретая ту или другую вещь, мы можем быть счастливыми людьми, но это счастье продлится очень недолго. Если мы привязаны вот к этим понятиям ценности, если наша ценность привязана к обладанию чем-то, какой-то маркой и так далее и тому подобное. Поэтому ищите Божьего водительства и благочестивого совета, когда вы принимаете решение утратить денег. И если вы понимаете, что ваша покупка, она не будет угодна Господу, то лучше ее не делать, чем несмотря на все уговоры, моду и все подобное ее сделать. Помните, что вы распорядитель, а не тот, кто хозяин, тот, кто владеет во всей полноте. Следующее, что необходимо сделать для правильного расхода финансов, это разработать и использовать план расходов или бюджет. На теме бюджета мы остановимся с вами отдельно и посвятим ему столько времени, сколько необходимо, чтобы всем нам разобраться, как это работает и устроено. Но тем не менее, в притче 7 глава 23 стих говорит следующее. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах. Хорошо наблюдай за скотом твоим. То есть скот это определенный ресурс, который у тебя есть. И для того, чтобы с него получить прибыль, должна быть определенная стратегия. Нельзя просто взять животных, загнать их куда попало, кормить чем попало и ожидать, что будет какой-то результат. То же самое и с финансами. Ты можешь иметь какие-то финансы, но ты не думаешь, что сразу же они сделают тебя богатым. Нужно понимать, что с ними делать. Должна быть какая-то стратегия. Когда мы говорим о бюджете, очень хорошо после того, как ты его составил, чтобы у тебя был кто-то, кто помог бы тебе настроить этот бюджет. Мы будем обратно же говорить об этом более в деталях. Но хорошо, когда есть со стороны человек, который поддерживает тебя, где-то останавливает или отдергивает. Экклезиаст 4 глава 8-10 стих говорит следующее. «Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой подымет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Вдвоем всегда хорошо. Поэтому, когда мы придем к бюджету, хорошо, когда у вас будет напарник. Когда мы подотчетные, то мы обычно тратим деньги по-другому, согласитесь. Когда мы каждый сам за себя и сам себе царь, пан и хозяин, все происходит по-другому. Хорошо, на этот момент я закончил, потому что следующая тема у нас будет посвящена долгам. Достаточно важная тема, как их делать и как их не делать, и как Бог к этому относится. Но, возможно, у вас есть сейчас несколько вопросов, и мы можем кратко поговорить об этом.